Проехал у Рома по России, вернулся он опять домой. Пора теперь смыть с Хонды слой грязи с трассы. Вековой. В этот раз перегон не выявил новых поломок. Машина прошла проверку трассой из Санкт-Петербург-Новосибирск. Остается сделать лишь красивые фото для объявления. Ведь это даже самое важное, не так ли? А может быть место продажи играет серьезную роль? Сегодня узнаем. Так, сегодня у нас утро. Зацените, какая вообще видимость какая за бортом. Какой-то смог или что это, или туман. Туман, наверное. Все, так. Все, начинается движуха перекупская. Поехал за педалью. За педалью тормоза. На заказ, короче, там есть варианты неделю ждать. Практически по этой же цене. То есть бэушные продаются, типа как контрактные. 400 рублей. Говорят, именно от этой CR-V нет, от 4. Но они там, насколько я понял, взаимозаменяемые. То есть со второго кузова. Да там даже от Civic, то есть по каталогу бьются. То есть по номеру, детали. Короче, не вариант здесь посмотрел. Тут из пакета вы высыпали кучу накладок. Там одну нашел, такую как у меня. Она не так, не до дырки стертая, но наполовину там. Не вариант вообще за 400 рублей. Они новые, вон, можно неделю ждать. Еще одна бэушка есть, блин, целый час ехать. Там сколько-то, 30 или 40 километров. Вот, придется сейчас туда ехать. Потому что ждать неделю тоже время, деньги, сами понимаете. Надо уже опубликоваться нам, объявленицам. Тут пробег вот заявлен на 70 тысяч километров. 74, кажется, на машине. Вот, смотрите, моя накладка, да? Вот, 74, она уже подстертая. Но моя, соответственно, 146. Видимо, они какие-то нежные такие, стираются очень быстро. Итак, комплексная моечка прошла успешно. 360 рублей отдано. Помойте продать. План Пип в действии. Let's go! Вот, зацените. Правда, успел забрызгаться маленько. Но ничего страшного. Я думаю, на наших суперфотках это не особо будет видно. Вот, смотрите, все очистилось, все отмылось. В багажнике тоже вроде как я заказывал. Ну, есть, конечно, вот такие моменты. Это надо оттирать уже средством в гараже мне. Да, вот этот белый пластик багажника. Мы его акцентировать на фотках сейчас не будем пока. Ну, потолок тоже, вот эти, допустим, полосочки какие-то мелкие, они удаляются влажными салфетками. Вот здесь чуть-чуть не дотерли. Но в целом картина вообще огонь. Сейчас что мы делаем? Достаем мобильный телефон старичка айфончика и делаем супер-супер-супер фотки. Блин, ну красивая она. Вот, то есть вот эти деревья мне нравятся, когда в капоте отражаются. Это просто топ, просто вышка. Что тут пластиковая накладочка прижилась? Вроде чуть-чуть отличается, да, по цвету. В общем, для снятия пользуюсь вот таким вот приспособлением. Не хочется колесо снимать, потому что гараж занят, делов дофига, чтобы туда тачку сейчас загнать. И надеюсь, это будет до того, как стемнеет. Вот такая вот штука, приспособлая. Затемная, конечно же, успел. Снял, короче, эту штуковину. Брызговик наполовину остался на месте. Сейчас как-то буду пытаться назад все это вернуть. Так, визуально смотрю, арочка вся целенькая, без каких-либо повреждений там или ржавчины и так далее. Ну-ка, а если вот так? Да, чуть-чуть она темнее. И вот тут что-то. Ну-ка, с другой стороны сейчас загнаем. Так, ну тут зазор такой же, но по цвету тут не отличается. Вот, кстати, коцка есть. Но тоже на этом не будем акцентировать внимание, потому что тачка как бы будет не самая дорогая на рынке. Грубо говоря, там не миллион триста, четыреста. Я думаю, можно будет на это закрыть глаза все-таки при осмотре автомобиля. Смотрите, значит, такой момент. У меня в Питере практически сразу же, когда вот с Димой мы ехали, загорелась ошибка. Вот видите, это низкое давление в шинах. Давление в шинах нормально. После этого я уже переобулся. И, естественно, все опять накачали. Я прочитал, то есть в интернете. Не вот этой книжке, а именно в интернете сейчас прочитал. Ну, потому что там намного быстрее все происходит. Что такое бывает, действительно. Они даже никогда одно из колес спущено, да? То есть это как работает система? Здесь не датчики давления в шинах. Здесь, получается, при разности диаметров на оси, по идее, загорается эта ошибка. Короче, она бывает и просто так загорается. И, допустим, по-моему, мы по мосту как раз ехали, где вот эти стыки были. Машина немного подпрыгивает. И, возможно, из-за этого загорелась ошибка. Ну, я, конечно, подогнался тогда, когда ехали. Но сейчас, короче, будем ее тушить. Опять же, не в руководстве по эксплуатации, а именно вот в интернете я нашел инструкцию. При поднятом, при поднятом ручнике нужно включить зажигание. Нажать на такую вот кнопочку на 3 секунды. Так, что-то температура же моргала. Нет, что-то у меня не входит. Ладно, сейчас разберусь. Предоставляю вашему вниманию супер-обзор этого автомобиля. Honda CR-V. Значит, это четвертое поколение. 13-й год, в 2014-м первая регистрация, которую я приобрел недавно. По весьма скромной цене. Давайте посмотрим, что же за дверь такой. Значит, проехал на нем уже 4000 км по трассе. Расход топлива 8 литров на 100 км. При 110 км в час, где-то чуть больше, 2000 оборотов. Такие вот чехлы перед, зад, все пошито вообще красивенько. Но, конечно, для продажи чехлы такое себе, потому что многих все начинает смущать. Смотрите, какая система здесь открывания. Хоп, сразу подголовник падает. И это все падает. Международные рынки падают. Поговорим об этом сегодня. Значит, протестировано мной лично пространство. Влазит дофига. То есть назад влазит комплект колес родной размерности 18. Складываем вот это. И здесь я, получается, перевозил коробки, кресла. Там в Москве помогал перевозить какие-то вещи в гараж. В общем, влазит все. Такого, чтобы что-то не влезло, еще не было ни разу. Потому что объем здесь такой, видите, отличный. Потом удобный вот крючок здесь есть. Крючок здесь откидывающийся, видите. Ну, ручки это понятно. Значит, по ремням безопасности здесь вот седьмой месяц 2013 года, видите. Если будете смотреть на передних ремнях, на передних, на них нет чекухи вот этой стандартной белой. Оказалось, вот здесь вся инфа выжжена. И вот седьмой месяц 2013 года, видите. Вот сиденье, регулировка получается. Ну, это, понятно, спинка туда-сюда. Это у нас подкачка вверх и, соответственно, вниз. Полуэлектрическая система. Вот видите, поясничный подпор выдвигается для пассажира. Здесь, значит, немного сумбурно. Все, извиняюсь, первый опыт такой. Здесь, значит, у нас выключается подушка безопасности пассажирская. Вот это. В икл. В икл. Кстати, если она бахнет случайно, ну, сами вы знаете, то необязательно менять всю торпеду. Тут, ну, я так понимаю, вот эта часть меняется и все нормально. Вот эти декоративные штуки, они достаточно красивые. Но это, к сожалению, это нифига не алюминий, как может показаться. Вот прям, видите. Он прям, отделка, кстати, классная. Вот так, если его не трогать, он не холодный. Алюминий, он был бы холодный. Подогревы, понятно, двухпозиционные. Это прикуриватель. Здесь вот такая отделочка присутствует. Здесь влазит бутылочка небольшая, там, стакан. Ну, здесь достаточно вместительный, видите, отдел. Все, что нажито, непосильным трудом. Бардак у нас вот такого плана. Давайте посмотрим. Ну, то есть он не сильно широкий, но он такой, достаточно глубокий. По А4, короче, он подходит. Электрохромное зеркало. Ну, это просто раньше вот это лакшери считалось, когда там год 2003 был на люксовой тачке. То есть, которая затемняется сзади, допустим, тебя слепит. Оно зеленым становится. Здесь у нас такая вот система. Здесь, кстати, кстати, вот обратите внимание, я хочу вот такую штуку. Первый раз я вижу. И, скорее всего, вы тоже этого не видели еще. Если у вас не было Honda CR-V такой. Смотрите, как эта штука работает. Сюда, во-первых, влазит двое очков. Она достаточно такая глубокая, смотрите. Там бархоточка у нас, да? Все как положено. А теперь смотрите, какой финт можно ушами сделать. Можно ее закрыть, открыть, да? Немножко грязно, извиняюсь. А можно сделать вот так. И когда ты едешь, у тебя такое сферическое зеркало, на пассажиров можно полить. Я вот ехал, посмотрел на пассажиров. То есть я, не поворачивая головы, мог посмотреть, что передний пассажир делает у меня. То есть он спит, или он смотрит, или что он делает лицом своим. Ключ, значит, такой вот выкидной. Конечно, бесключевой доступ гораздо удобнее был бы. Но такая выкидушка. Она тоже, кстати, неплохо смотрится. Ну и удобно достаточно ей пользоваться. Вот здесь присутствует... Я не знаю, как пассажиру, она, наверное, нафиг не нужна, вот эта штука. Потому что ноги вперед вытянул, и все. А мне, водителю, я, когда ехал на долгое расстояние, я, получается, люблю придвигаться вперед максимально, а спинку опускать назад. Также руль опускать вниз и на себя вытягивать. И при таком раскладе у меня нога, конечно, упирается, когда я вперед седуху вот так вот пододвигаю, у меня нога упирается вот сюда. И это как раз подушечка, она помогает выжить моему колену. Здесь у нас воздуховоды, значит, для пассажиров задних. Снизу тоже вон дует. Но, кстати, вот этот коврик, он немножко прикрывает. Так, ну что ж, проверим, что за коврики вот эти фирменные. Был и снег, и дождь, и грязь, и все подряд вообще. То есть люди, которые открывали дверь, здесь все было вообще чистенькое-чистенькое. Они предлагали там разуться, или искали какие-то эти газетки, посетивали какие-то, цавафанки. Вот, то есть сейчас после дождя, грязи, вон, видите, камушки, то есть засохла эта грязь. И там в камушки, кажется, превратилась. Сейчас посмотрим, как это, так ли, как в рекламе, ты знаешь, вытряхиваешь, там все чисто становится. Ну вот, вытряхнул. Определенный прикол есть в этих ячейках. Ну, конечно, не так, как в рекламе получаешься, там идеально все чисто. Ну, то есть вот песок сыпался, грязь подсыхает, ноги не мокрые, когда едешь. Конечно, за какие-то огромные деньги я бы не стал это покупать, но так вот на халяву норм вариант. Ручка у нас в таком месте, в принципе, руку не марал, насколько я помню. Полочка, которую я выцеганил у дилера, которую мне не хотели давать. А здесь вот такие ручки присутствуют. Кстати, блин, они не нужны. Блин, она опускается. То есть, смотрите, видели, да? Я нажал на ручку, и все, и все, и эта конструкция. Я думал, это багажник открывать. Я дурак, почему-то думал, что это багажник открывать. Типа можно, я даже хотел сейчас закрыться в багажнике и попробовать открыть себе. Ну, не четко ли, а? Так, здесь, значит, смотрим, сеточка. Это разобрались. Здесь розетка, эту я не проверял. Здесь что-то можно закрепить, зонтик, например, или еще какую-то поклажу. Так, здесь у нас 3 килограмма максимум держит крючок. Ну, и здесь такой же. 155 на 90, D13. Слушайте, R, допустим, R18, когда говорят, и по ошибке многие говорят радиус. Какой у тебя радиус, 18 или какой? А тут D17, тут уже все, не это, не подкопаешься. Ну, это, конечно, шутка. Но почему 17-я, ну, я не понимаю. Кстати, обратите внимание, фирма Кенда. Обычно на велике вот эта фирма делает шины. Первый раз вижу шину Кенда на машине. Может, они чисто бананы обслуживают. Продолжение следует... Переносимся с вами в салон. Так, ну, эту функцию мы уже оценили. Такая приборка замысловатая, то есть, стрелка скорости, она, видите, не с центра идет, а откуда-то изнутрянки. Мотор работает очень тихо, то есть, ну, потому что заведена или нет машина, ну, вот только по спидометру можно судить. Коробка обычная, ну, то есть, вот с ручным режимом. Можно воткнуть в ручной режим. Ну, это обычный автомат, не робот, не вариатор. БПЖД, все как положено, все как мы любим. На руле, смотрите, сколько кнопок. Практически как в Бэхе в семерке в моей. Да, наверное, там 11 кнопок, а здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Короче, больше, чем в Бэхе семерке здесь кнопок. Так, поворотнички удобные, которые можно просто прикоснуться, и три раза она вам моргнет. Эта кнопка Econ, тоже одна из фишек этого автомобиля, Honda CR-V, не на всех. То есть, это не так, как стандартный, там, круиз, там, еще что-то практически везде есть. Кнопка Econ, она, когда ее нажимаешь, тут загорается деревце зеленое. И она вроде как помогает экономить топливо, но напомню, что расход по трассе у меня 8 литров был, по городу пока не знаю. На практике я почувствовал, что машина становится заметно тупее. Ну, то есть, на педаль газа она реагирует не так уже быстро, как если бы эту функцию отключить. По городу я, короче, сейчас выключил, по трассе там, в принципе, скорость набрал и едешь. Были мнения, кстати, что эта кнопка, как-то картерные газы, там, два раза прогоняет, и из-за этого получается экономия. Не знаю, напишите в комментариях, у кого-то, может, какие-то предположения есть. Давайте это все обсудим. Ну, это стандартный зеркалат со складыванием. Ручка, кстати, хромированная, нормальная. Это право-лево, это включаются и выключаются парктроники. Это у нас умыватель фар, который, кстати, работает. Ну, это курсовая устойчивость выключается. Если захотелось подрифтить. Так, тут какая-то кнопочка, я хрен знает, что это такое. Ну, давайте попробуем нажать. Ребят, пришлось все-таки распотрошить барахло свое, которое я спрятал, когда фотовал машину. Ну, здесь, соответственно, зарядочка у нас, розеточка. Здесь AUX присутствует. И USB флешка. То есть, в дороге очень удобно. Ну, и там какие-то вот отформовки под что-то, под какие-то вещи. Кстати, удобная функция. То есть, когда зарядку, допустим, включил, вот отверстия такие, через которые легко провод просовывается. Ну, и то есть, можно закрыть подлокотник и туда-сюда все это водить. По климату двухзонный. Можно отключить, можно включить. Подогрев заднего стекла и зеркал. Вот видите, написано. Кстати, в некоторых машинах есть подогрев зеркал. Но никак не понять, где он включается. То есть, он включается при включении подогрева заднего стекла. Иногда на зеркалах есть значок. Здесь нет на зеркале значка с подогревом. Вот. А тут прямо указано, что это и зеркало, и это, и стекло. Значит, есть у нас такой экранчик, который у нас работает как камера заднего вида. В штатном режиме здесь показывается время и настройки звука. То есть, вот такие, да. Здесь можно подключить телефон. Система, конечно, не топовая, не там Левинсон и еще там Босе, Бозе, как это бывает. Но звучит приятно, звучит хорошо. По езде, по езде по трассе, ну, можете посмотреть мой перегон. Если не посмотрели, еще не видели, обязательно посмотрите. Ссылка будет вверху. Ничего такого примечательного особо нету. Ну, машина едет хорошо. И при полной загрузке, и пустой, когда едешь. В принципе, одинаково. Разницы не чувствуется. 150 лошадей здесь у меня. Двухлитровый мотор. К слову о капоте. Так, вот это у нас открывается бензобак. А это у нас открывается капот. Я сначала, естественно, перепутал. Когда я из Питера выезжал, здесь была кристальная чистота. И что вот, знаете, я отметил для себя, что почему-то вот обычно вот это все ржавое. Вот эти все белые, они все хотя бы, ну, не ржавые, но хотя бы вот такие. Видите, как стальная вот эта. А, ну, видимо, это алюминиевая, да? Ну, вот эта-то не алюминиевая. То есть, стойкость коррозии машины, она достаточно хорошая. То есть, какие-то мелкие совсем есть детали. Ну, вот эта пострадала штуковина, да? Ну, и вот, может, болтик там. А так, в этом плане все супер. Что я здесь могу сказать? Сюда заливается омывайка. Здесь у нас антифриз. Здесь я проверял масло. Это в коробке жидкость проверял. Здесь я смотрел, точнее, если честно, даже не смотрел тормозуху. Можно долить. Генератор на месте. Лямбда зонт на месте. Это катушки зажигания. Четыре штуки, соответственно. Пластика никакого нету. Я сначала думал, может, здесь просто все сносили. И потом не стали восстанавливать до конца. Посмотрел еще на двух ЦРВ, которые там значительно больше стоили. Все точно так же. Там у нас, значит, вот такая картина. Все достаточно пыльное. Но ничего ржавого нету. Что касается экстерьера, ребята, посмотрите просто. Ну, блин. Вот, не знаю. Вот прошлая машина у меня была от Сузуки. На ней дизайнеры, видимо, там то ли с похмелья были, то ли чего, когда они ее лепили, делали. Особенно передняя часть. Просто, ну, видно, что как-то ошибочка какая-то вышла. Даже в отличие от прошлого кузова, сразу в низшую сторону. На рестайлинге они исправились. Что же у нас происходит тут? Вот эти линии, горбатость вот эта, она просто так ей идет. И, кстати, цвет вот этот коричневый. Кто придумывал коричневый цвет? Цвет, сами понимаете, чего, да? Но как же он идет машинам? Практически любая машина в коричневом цвете круто смотрится. Я не знаю, вот возьми какую-нибудь машину некрасивую, покрась ее в коричневый цвет, и это будет просто лайк. Вот, по задней части можно сказать, что по сравнению с прошлым кузовом машину как минимум не испортили. То же самое и спереди, и, кстати, то же самое касается и колес. Колеса родные, они очень вкусно смотрятся. В общем, знаете, бывает, когда сделают новый кузов машины, да, и смотрится как бы бэ. Даже 200-ку, помню, кружак новый, когда сделали, все говорили там, фу, корейщина, ни о чем. Я даже помню, когда был такой лесопед маленький, сотку когда сделали, и после 80-ки вот эти бандиты, на которых ездили, мы пацанами обсуждали, фу, да, сотка ни о чем, вот 80-ка, это круто. Тут просто тачку сделали, и все, все упали. Ну что, прокатимся? Значит, конечно, машина у меня сейчас сразу замарается по этим дорогам нашим. Зима особо так, ну, конечно, у нас были морозы небольшие. В Москве, допустим, в западной части страны так зимы и не было, так и не дождались, ребята. Ну, нормальный такой русской зимы, как привыкли все думают. Короче, по шумке, что скажу, здесь шипованные шины стоят, какого-то производства, Сингапур, ну, я так понимаю, Китай. Но такого гула не слышно. Подкрылки, они ворсовые, то есть, знаете, такие. Первый случай коронавируса зафиксирован на территории нашего региона. То есть, знаете, такие, типа, как карпет, достаточно шумоизоляция хорошая. Ну, конечно, не лакшер, не BMW 7, но для кроссовера вот так вообще. Конечно же, есть минусы, но это динамика, то есть, двухлитровая машина зарубился, значит, с субарем турбовым. Никак не могу три раза слил ему, представляете, на целых два корпуса. Никак не могу его объехать. Вот это минус, ну, как бы, кому-то важный, кому-то нет, но имеет место быть. Зато плюс будет, когда придет транспортный налог, не 23 тысячи, там, или не 46 тысяч, а, скажем, сколько на 150-ка был налог? Ну, тысячи две, наверное, будет, да? В разных регионах по-разному, ну, я так по-среднему беру. Климат достаточно адекватно работает, музон тоже. Все, погнали. Даже когда я приехал из Санкт-Петербурга в Москву, то есть, там, около 700 километров, у меня почему-то отсиделось правое, ну, сами понимаете, да, отсиделось всего за 700 километров. Хотя у меня, ну, стаж такой достаточно приличный по трассам. Ходьбы, так сказать, прошагало я немало. И первые перегоны, они были просто зубы, точнее, не зубы, дробежоподробительные. Полностью у меня все затекало. Потом я привык, все стало нормально. Оттуда я опять испытал это чувство. Знаете, конечно, я грешу на чехлы, скорее всего, потому что не могли хондовцы сделать какую-то особую сидушку. Даже на китайце Cherry Tiggo, там, 2007 года, какой там, Т-11, или как он называется, такого не было. Знаете, там другие моменты были, когда у тебя, значит, этот, силовой каркас железный впивается тебе в спину. Но это уже другая история. Кто ж ты думает, как я доеду сухим вообще, чистым? Ну, судя по водовому стеклу, где уже налетик такой присутствует, надо было мне с утра все это делать, пока все замерзшее было. Было минус 6. Ну что, хочу рассказать, как складывается продажа автомобиля вообще в целом. Значит, выставил я объяву, все как положено, чин-чинарем. Конечно, не как обещал я по низу рынка, что-то я по-среднему поставил. То есть, самое дешевое у нас рубль 70, грубо говоря, стоит. Ну, а там самые дорогие уже по рубль 30 и так далее. Рубль 300, точнее. Но это еще не все. Мой план состоял не просто, чтобы приехать в Новосибирск домой, там, сидеть на диване, грубо говоря, и ждать своего покупателя. Неделя-полторы у меня была загадана перекантоваться, а дальше я решил свой путь продолжить по стране. Причем, даже при продаже прошлой машины я тоже хотел уехать. Я просто не успел. У меня ее купили в Новосибирске. Суть была такая, что я смотрю объявления по продаже машин. У нас, допустим, такие машины ни одной проданы не было. В Томске три машины, две из них проданы, причем выше, чем я продаю. Ну, думаю, все, в Томске я ни разу не был. Как раз отличный шанс побывать в Томске, посмотреть, что это за город. Говорят, что это старый Питер, ой, маленький Питер. Но, к сожалению, не судьба. Значит, тут какая ситуация. Мониторю цены по Сибири, вообще по ближайшим регионам, там, как ближайшим, 2000 километров. Смотрю в Иркутске, цена минимум на 50 тысяч в среднем, вот так дороже, то есть выше. Что такое Иркутск? Иркутск – это Байкал. На Байкале я давно мечтаю побывать, но все, нет удачного случая. Думал купить тачку во Владике по пути назад, с Владикой как-то там побывать. Потом еще думал, так, сяк, но все, никак не получается. Годы идут, как говорится. А я так и не побывал на Байкале. И вот отличная возможность мне это сделать. Здрасте. А СРВ продаете? Да, продаю. А скажите, вот у вас в чехлах она, а под чехлами там как? Ну, я ее как бы такую купил, отгинал сколько мог, там, посмотрел, заглядывал, нет, все нормально. Там черный велюр, вот этот, как стандартный. А, да? Да. То есть она и была, наверное, в этих, в этих, да? Да. А вы сколько владеете машиной? Да, я ее купил у дилера, получается. На перепродажу? Да, я ее купил и, получается, сюда привез. Угу. И завтра я на Байкал на ней уезжаю. А, на Байкал на ней уезжаете, да? Ну, да, я думаю, ее там в Иркутске выставлю, там цены дороже, выше. Угу. А завтра вы уезжаете уже, да? Угу. Угу. То есть уже смотреть ее уже в четверг никак, да? Просто я в четверг буду в Новосибирске. Ага. А вы откуда? Альбийска. Ну, нет, в четверг. О, жесть, все, да. Да. Понял, понял. Ладно, тогда хорошая продажа вам. Ага, спасибо. До свидания. Угу. И как уже заметили местные, я нахожусь сейчас в Иркутске. Вот, смотрите, в центре города, вон обезьянка ходит здесь. Вон там театр кукол. А сейчас можете посмотреть, как я сюда попал. Вот, ребят, заехал в Красноярск. Чаю сейчас где-нибудь попью здесь. Поеду дальше, на Иркутск. Город вообще понравился. На первый взгляд так все цивильно. Прям широкие дороги хорошие. Пробок особо нет, хотя сейчас час пик. Все просто огонь. Блин, отъехали от Красноярска, наверное, километров 70. Дорога тяжелая. Пипец, вообще катушка. Едем 60 километров в час. Я думал, после Краса будет вообще по зеленке. И никого не будет. В общем, сегодня я думаю до Каннска дотянуть. Еле-еле как-нибудь. И все, завтра уже. Финишная прямая. Второй день пути. Конечно, что-то вообще подустал. Мокрая дорога, красные огни. Ночи без сна в машине. Только мы одни. Брызги из-под стречки, как песок в глаза. Короче, ночуем в Нижнем Ингоше. Такая вот гостиница. Одноместный номер, 600 рублей. Койко места, говорили, но оказался вообще одноместный номер. Тут, как всегда, атмосфера такая, атмосферненькая на стояночку. Доброе утро. Значит, вчера, конечно, подустал. Тачка на месте. Нижний Ингас. Вон. От Новосибы 1100 я отъехал. То есть большую часть пути вчера прошел. Да, после душу, как вообще, как заново родился. Хоть, конечно, и полотенца не было, пришлось своим полточком вытираться. Но ничего, как говорится, прорвемся. До Ростова допилили, разгрузились и домой. Мы с напарником забили и летим по севой. Глядь, Воронеж, Липецк, Стула. До Москвы рукой подать. Всех ментов, как ветром стула. Так, методика очень простая. Вот так возим. Бежим. Чтоб ничего не поцарапалось. Вот и все готово. Уссулье Сибирское. Всем привет, кто здесь живет. Такой вот городок. Ну что, сейчас все, заселяюсь в хостел, значит. Выбрал его, значит, по таким критериям. 9,5 баллов по букингу, во-первых. Во-вторых, там есть спортзал. И в-третьих, там цена меньше 300 рублей. Но вроде кровати трехъярусные. Ну не знаю, посмотрим вам все как, пощупаем. Мне кажется, этот вариант хороший. В общем, сейчас заселяюсь. Завтра с утра мою тачку, выставляю на дром быстренько, щупаю иркутский рынок. Да, блин, хостел вообще офигенный. Вот шканарь мой. Что радует, вот, допустим, батарея 22 градуса. Выставляешь и нормальная, комфортная температура. Не так, чтобы холодно или слишком жарко. Это вообще суперкотолки, вон, видите, 5-метровые. Ну, из окна пока ничего не видно. В общем, пацаны, цель такая, вкратце. Побывать на Байкале, все достопримечательности исследовать, все, на машине проехаться. Ольхон, Лиштвянка, все эти движухи абсолютно посетить, все, что можно. Со стороны Иркутска, по крайней мере. Первое. Второе. Пожить в Иркутске, посмотреть достопримечательности, погулять, походить, побродить. Понять, что за город. Вообще, мне интересно посмотреть. Я здесь первый раз вообще в восточной Красноярске, точнее, в восточной Ужуры я первый раз вообще уехал в своей жизни. Ну и третье. Ну и третье. Это, конечно же, продать тачку. Даже не выше, чем в Новосибирске, то есть не дороже. За эти же деньги, за Новосибирске, грубо говоря, здесь это более конкурентоспособное предложение. И здесь больше шансов за эти же деньги продать, там, за рубль сто даже те же. Меня это полностью устроит. Вот. И моя инвестиция более чем оправдается. А что же из этого получится, давайте посмотрим дальше. Мне само очень интересно. Обязательно звоните в колокол, естественно, предварительно подписавшись. Ставьте лайк, пишите комментарии, сделайте репосты, расскажите друзьям, что такие ситуации тоже в жизни бывают. В общем, остается ждать, и я вам обязательно расскажу все, что будет происходить здесь. Кстати, хочу показать вам еще прикол этих ковриков. Они, смотрите, находятся между полом и педалью газа. То есть, тем самым они помогают экономить топливо. Если педаль газа обычно вот так продавливается до конца. Ну вот, то есть, до конца, и вот уже кикдаун пошел, да, так называемый. То с этим ковриком, соответственно, вот так это происходит. То есть, даже до кикдауна не доходит педаль. Соответственно, машина с ними больше экономически себя ведет. Ну и когда нужно подгазануть, приходится, конечно, ногу поднапрячь так. То есть, в принципе, он продавливается. Но я сначала не мог понять, что-то динамика не очень. А потом-то понял, что это, там мягко-мягко, ну, то есть, обычно педаль упирается, и все, дальше она не идет. То тут обратная ситуация. Ребят, в городе Иркутск живет мой тезка Роман Веселов. Он занимается тем, что тоже как-то мутит, пытается народными методами намутить деньжат. Металлокопом занимался. Сейчас, значит, у него эксклюзивный такой бизнес, который, в принципе, доступен каждому. Производство серы, то есть, какие-то цифры космические у него там, ну, то есть, то, что я в видосах смотрел. И так как я оказался здесь, я, конечно же, решил с ним вживую познакомиться. Написал в личку. Он ответил мне, говорит, без проблем. И, собственно, сейчас познакомлюсь с ним. Кому будет интересно, ссылки сами знаете где. Ссылочки будут в описании на Рому. Мы с ним поедем на авторынок, мы с ним поедем в тайгу, на Байкал. И также, ну, в планах все это. И часть нашей движухи смотрите у него на канале тоже. Местный деликатес попробую. Сера. У меня с названием Сера, конечно, еда какая-то не ассоциировалась до этого. Но ее как, откусывали прям? Гуталин, да? Гудрон, гудрон, гудрон. Гудрон только как вареная сгущенка цветом. Это натуральный цвет или краситель? Натуральный, какая она вот есть на дереве. Не, не гудрон, а смола. Это смола, да? Вот сейчас смола проявилась. Первая ассоциация была гудрон, потом смола. Она исчезнет во рту или... Нет, она как жвачка. Ты ее почувствуешь, что она уже как бы, ну, не то, как качество. Ага. Кому интересно, можете загуглить. Сера желательно, как бы там все расписано про нее. Какого, ну, что она, какие эффекты. Ну, там реально, там много чего про нее. У нас здесь ее продают везде. И на заправках, и в аптеках. Помогает от болезней или почему люди покупают их? Она, ну, да, какие-то там эти зубы. Все, что связано с зубной, с эмалью, с деснами, как бы, кстати. Ты сам употребляешь? Да. А у меня, ну, везде машины не всу. Постоянно доскидываешь? Да, постоянно. У тебя с эмалью все нормально? Стоматологи местные просто в шоке. Не, ну, и продают, и дантисты тоже продают. А, они тоже продают? А стоматологи сидят без работы в Иркутске, потому что Роман здесь серу продает. Итак, уже утро, точнее, ну, как уже утро, 11 часов, я отправляюсь куда? На авторынок, конечно же, Иркутска. Мне интересно, какова ситуация там. Я хочу, может быть, вдруг какой-то такой случай произойдет, что я продам там машину. Хочу сейчас заехать туда, поторговать, себя показать, других посмотреть. Соответственно, вам, конечно, показать, ребят. Потому что, допустим, кто-то не бывал, да, в этих краях, кто-то не представляет, как все это выглядит. Также сравните с вашим регионом, где-то вы, допустим, живете в Тамбове или в Смоленске. Посмотреть, чего, как. Тут люди живут, как говорится. Все, сейчас прогреваемся и стартуем. Рынок здесь называется Фортуна. Ехать мне 4 километра всего от хостела 10 минут. Город отличный, все рядом, просто огонь. Поверните направо. Спасибо, тетенька. Самая лучшая машина стоит вот коричневого цвета. Ну, торг, понятно, и срочно. Ну, то есть, тоже такие моменты, чтобы... Достаточно много тачек продается. У нас конкурент, ЦРВ. Сказали, кто первый придет, короче, того и ЦРВ. Да, задатки не берем, ничего сразу. Приходит, забирает. Тоже такие достаточно культурные люди. Видели, ждая там... Так вот, спину немного сейчас дуют. Ну, короче, давайте, заруливайте ко мне. Я все... Это ты живешь, это сосешь. Завод начинает работать уже. Продолжение следует...